Ассаламу алейкум Мира вам в душе, вокруг себя Сегодня 1 декабря 2019 года А я еду по трассе Ростов-Покор В сторону Ингушетии Слева и справа от меня Очень много земли Много в том смысле, что Слева взгляд ловит горы Справа ловит резких ребят И мне захотелось Поделиться с вами Такими банальными вещами Банальность того, что я скажу Заключается в том, что Все предметы нашей жизни Дом, машина, мебель, одежда Которые Определяют качество жизни Являются не первостепенными Первостепенными в нашей жизни Является еда И естественно Еда Она является продуктом земли Поэтому Земля Это основной фактор Качество нашей жизни Первостепенно И право пользования землей В зависимости от смены ситуации Всегда менялось Я еще застал людей Которые Юности Могли слышать Своих Старших Которые рассказывали О праве Владения и пользования Нахскими народами И Нахскими государствами На территории Северного Кавказа Землей Это интересный опыт С точки зрения Юриспруденции С точки зрения Отношения людей И государства И с точки зрения Отношения людей К земле Так в чем же смысл был И в чем была мудрость Пользования землей Нахскими государствами В тот период Когда они могли сами решать Эти вопросы Первое и самое важное Земля Принадлежала Определенной группе лиц То есть общине Можете назвать их по-разному Но в любом случае Земля не являлась Частной собственностью Частной собственностью Человек владел Только Домом Который строил На этой земле И все Это он мог продать Купить А землю он не мог Не продать Не купить А каким же образом Люди ей пользовались Вы даже не представляете Насколько это было мудро Земля Каждую весну Разыглась в лотерею Или в жребии В зависимости От количества детей Человек получал Четыре или пять Участков земли И осенью После сбора урожая Он переставал Владеть этой землей В этом тоже была справедливость Потому что у него Мог родиться сын И в следующем году Ему нужно уже Больше участков Пять Или наоборот Сын мог отделиться Или дочка могла выйти замуж И меньше Ему Нужно земельных участков Для прокорма Своих земель Это удивительное распределение земли Которое учитывает Все наши Претензии На справедливость И еще очень важно Никто не мог говорить О том Что земля Ему досталась Плохая Потому что Следующий год Ему доставалась Другая И естественно Каждый член Общины Очень берег Эту землю Потому что Она его кормила И самое главное Век глобализации Когда Каждый из нас В кармане Вносит целый мир Я говорю Просматриваться Интернетом И век глобальных Компаний Мегакорпораций Которые занимаются Оптимизацией Специализацией И т.д. и т.п. На самом деле Эксплуатировать людей Тем что Они смогли Стать владельцами Большей части земли А каким образом Они стали Это не важно Главное Они юридически Ей владеют На основании Того права Которое Действует На этой территории Вот Мудрость Распределения земли Таким образом Заключалась в том Что человек Не мог накопить Определенные Материальные средства Выкупить эту землю И заставить Других людей На себя работать То есть Грубо говоря Не было Феодала И корпусного И не было Вассальной Зависимости От того Что кто-то владеет Землей А кто-то не владеет И это владение Оно Закреплено Традиции И правом И подтверждено Государство Свободны Жили ли в этой стране Свободны И самодостаточны Дай Бог Нам такими Оставаться Ассаламу Алейкум Мир вам Души И вокруг себя Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому